Приветствую вас! Я думаю, что здесь важным моментом является тот факт, что мужчина привык к женскому вниманию, что мужчина привык за счет женского внимания удерживать такое, можно сказать, свое статус-кво, скажем так. Он мужчина, в смысле, привык, значит, так жить. И само понятие любви для него, оно несколько деформировало. Из-за этого. Вот. Потому что, ну, мужчина, он вот, ну, воспринимал любовь вот таким образом. Вот. А, она любовь. Ну, на самом деле, не совсем в таком ключе развивается. И, когда человек с вами встретился, вы ему понравились, вы вызвали у него какие-то чувства, скорее всего. Вот. Он, скорее, скорее всего, он этих чувств испугался. Как это вот, ну, достаточно часто бывало у таких вот мужчин, скажем так. И, сейчас, человеку проще вести себя так, как будто ему ничего не интересно, как будто, ну, вы ему не интересны. Вот. А, ну, как бы, в действительности, я думаю, что какие-то чувства у него все-таки есть к вам. Другой вопрос. Другой вопрос. Признает ли их человек? Вот. Потому что есть, конечно, конечно, подозрение, у меня нет подозрения, что он свои чувства может не признать. И тогда для вас это может закончиться только таким вот переживанием, для вас это может закончиться болезненностью, для вас это может закончиться достаточно негативно, к сожалению. Поэтому я бы сказал, что так важно, наверное, здесь себя беречь и стараться оградить об об таких людей, которые, ну, по факту могут сами-сами не знать до конца, чего они хотят и что им нужно и так далее. Вот. Потому что, ну, очень легко причинить страдания, вот, например, вам, что делать с этим потом не совсем понятно. Вот. Дальше. Значит, так. Вот вы пишите уже полгода, общаюсь с мужчиной при переписке с другого города, ну. Я бы сказал, к сожалению, что здесь я должен, я должен здесь задать вам, ну, такой, наверное, все-таки стандартный вопрос, да. Почему вы выбрали человека, ну, вот, общаться с ним по переписке, да, да. То есть, почему вы выбрали человека с другого города, почему вы выбрали общение, ну, вот, такое можно сказать, ну, дистанционное. То есть, может быть, ну, может быть, вы чего-то боитесь, может быть, вы чего-то опасаетесь, да. Ну, ну, вот, ну, в отношениях. Вот. Может быть, есть какие-то еще моменты, нюансы, о которых, ну, вот, собственно, имеет смысл поговорить здесь. Так что, это очень важный момент, но как правило, люди, которые общаются в, ну, вот, в интернет, да, по переписке, они боятся такого, я бы сказал, вот, на живого общения, вот, ну, в каком-то смысле этого слова боятся живого общения и, соответственно, избегают по-настоящему близких отношений, потому что есть определенный страх этих отношений, есть определенный, возможно, даже какой-то вот запрет на эти самые отношения, вот, поэтому тут, конечно, вопрос к вам, да, по поводу того вот, собственно, что вас с этим мужчиной связывает. Расстояние приличное, раньше относился серьезно ко мне, даже хотел приехать, да, он красив, либо женское внимание, но вот я ему никогда первого не писал, не занял, он часто отправил цены из-за этого, якобы мне наплевать на него. Ну, а здесь человек демонстрирует вот такой вот потребность сравнения, да, неуверенность в себе, впрочем, впрочем, это свойственно практически для всех людей, такого вот типа как, ну, как вот, ваш, как ваш мужчина, мужчина, к сожалению, в этом ничего необычного нет, то есть человек, он действительно такой вот неуверенный в себе, да, и, соответственно, ведет себя подобным образом. Вот, опять же, встает вопрос о том, что вас объединяет, вот, что вас объединяет, потому что, честно говоря, оно не совсем понятно, что вас связывает. Потому что, если между вами есть что-то общего, вот, это одно, если вас что-то объединяет, это другое, но, что, что вас объединяет, и связывает, наверное, из текста вашего, непонятно. Что между вами общего, что на расстоянии, вас, вот, собственно, интересует, ну, его, точнее, интересует не вас, а только секс. Вот. Ну, это важный момент на самом деле. Дальше. Значит, значит, иногда он исчезает у нас долгая пауза, с него возвращается, теперь всем видом показывает, что я интересую его только как секс-объект. Я понять не могу, чего я назад менял. Ну, в первую очередь, конечно, ему нужно, нужен, точнее, нужен ему, скорее всего, на самом деле, секс с вами. Вот. То есть, я думаю, что это вполне себе такая очевидная достаточно история. Вот. Я думаю, что у него есть, конечно, сквам и чувства. Я так думаю, что у него есть сквам и чувства. Вопрос только в том, рискнет ли мужчина вам их продемонстрировать, рискнет ли человек как-то вот их проявить, потому что для этого нужно побыть слабым. Вот. Для того, чтобы, ну, чтобы проявить чувства. Вот. Не знаю. Побыть слабым. Нужно быть слабым. Мужчины очень часто, к сожалению. Вот. Слабости, когда как раз таки боятся. Вот. И поэтому вот вопрос как бы к вам. Хотите ли вы страдать, да? Вот. Хотите ли вы переживать и зачем вам, собственно, такие отношения? Вот. Ну, может быть, может быть имеет смысл еще уточнить момент, связанный с тем, что вы хотите для своего, ну, для мужчины сам, чего вы хотите. Вот. Вот. И хотите ли вы сами для него чего-то, ну, вообще. Вот. Вот. То есть это точно такой достаточно, ну, достаточно важный, как мне кажется, момент. Потому что если вам для него чего-то хочется, если вы хотите для него чего-то, то это один момент, одно дело, дело. Если вам ничего для него не хочется, это другой момент, совсем другая история. Вот. Поэтому здесь я бы сказал, что не совсем понятнонаправленно. Вот. вот. Большое отношение. Ну, в любом случае, абсолютно в любом случае, без возможности встретиться, если вы не встречаетесь с человеком, то абсолютно никакого будущего, ну, вот, в отношениях, да, абсолютно никакого будущего для ваших отношений, к сожалению, нет. Потому что отношения, возможно, все-таки, только если люди, вот, ну, если люди встречаются без встречи, это не отношения. Вот. Ну, вот, в принципе, такой момент. Что я бы предлагаю? Я бы предложил вам поинследовать ваши страхи и, может быть, психологическое, может быть, психологическое наполнение, наполнение вот отношений, в которых вы сейчас находитесь. То есть, что они для вас значат? Ваши отношения как раз таки. Может быть, вы все-таки на самом деле боитесь близких отношений, по-настоящему серьезных отношений, и выбираете себе вот такого мужчину, который не может дать вам того, что вы хотите, и, в общем-то, имеете, ну, полное право, хотите. Так что, это вопрос к вам, это вопрос вашего восприятия. Отношений, вот. А мне бы не хотелось, конечно, чересчур на вас давить. Наверное, так уже это, ну, наверное, ощутимо давление. Вот, поэтому подумайте сами, вот, решите, что вам нужно, чего бы вам хотелось, и уже дальше после этого можно будет, наверное, о чем-то говорить. Сами, вот. Сами, вот, сформулируйте запрос к психологу, вот, то сейчас вы спрашиваете о том, по сути, да, что человек, вот, что человек, вот, сам, ну, думая, да, что, чего он сам хочет. Ну, мы, психологи, этого знать, в принципе, не можем, и это немножко не наше специально. Мы помогаем, вот, мы помогаем разобраться в своих переживаниях, в своих эмоциях, в своих чувствах, вот. Ну, не, ну, не том, о чем выговорить, вот, понимаете, такая штука. Это очень, а, важно, важно, на мой, а, а, взгляд. Это, на мой взгляд, то, что, а, я могу вам, а, сказать. Вот. На этом все, эм, я, надеюсь, эм, что, помог вам, эм, я, желаю вам, э, всего самого доброго. Я желаю вам удачи, вот, и я надеюсь, что, э, ситуация будет разрешена для вас, э, самым лучшим образом, всего самого доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok